Друзья, доброго дня. Вроде как на часах 11 у меня уже и на тех, и на других. Поэтому мы с вами стартуем. Всех приветствую. У нас цикл вебинаров, который называется «Оставайтесь в бизнесе». Он посвящен ближайшему времени, несколько месяцев или паре лет, по-разному говорят эксперты. Что бизнесу необходимо делать для того, чтобы остаться на плыву, возможно, вырасти, но, по крайней мере, сейчас определить стратегию, как мы двигаемся. Это второй вебинар из цикла. Мы сегодня говорим про антикризисные продажи. Как раз про стратегию компании с точки зрения продаж. Как взаимодействовать с клиентами, с какими клиентами, что с ними прежде всего нужно делать, как нужно внутри себя разобраться с продажами. Вот об этом примерно сегодня будем говорить. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу представительством Один из Bittrex в Санкт-Петербурге. Теперь мы говорим виртуальным представительством, потому что все у нас переместилось в онлайн на какое-то время или надолго. Будем смотреть. Немножко организационных моментов, которые сегодня будут. Мы с вами проведем вместе ближайшие полтора часа. За эти полтора часа мы посмотрим на два блока. У нас будет два эксперта в вебинаре. Я представлю их чуть ближе к тому, как они будут говорить. Мы будем говорить в первой части про как раз стратегический выбор, что делать со своими продажами, какие варианты есть сейчас у компаний и к какому варианту стоит склониться. Из чего выбирать, какие критерии должны совпасть или как именно вам принять такое решение. Посмотрим, если бы выбрали один из путей, что нужно делать. Вот определим, нарисуем такую картинку, развилку в несколько сторон и посмотрим, куда идти. Во второй части мы будем говорить больше про CRM, систему про то, каким образом CRM Bittrex 24 может с этим помочь. Какой функционал есть. Мы не будем говорить детально про настройки, какую галочку, где нужно конкретно нажать. Мы будем говорить сценарно про управление продажами, про контроль продаж, про показатели, где их смотреть, каким образом они строятся в CRM-системе и подскажем несколько интересных ходов, что можно сделать. Будем отвечать на вопросы. У нас есть чатик. В чатике можно бросать вопросы по ходу. Я буду мониторить, смотреть правым глазом в режим чата и интересные вопросы, на которые мы сегодня можем ответить, будем вытаскивать. Спикеры постараются оставить время в конце своего выступления. У нас два блока по 40 минут для того, чтобы на вопросики поотвечать. Я их буду у себя фиксировать. Перекличка по городам. Да, друзья, привет. У нас, кстати, интересный получается цикл про города в вебинарах. Прошлый, первый был Челябинск, Петербург и Тюмень. В этот раз мы встречаемся тоже тремя разными городами. Ростов-на-Дону, Петербург и Москва. Поэтому всем привет. Я думаю, что мы действительно из разных-разных регионов. Будем общаться в чате и будем вживую. Итак, друзья, общая первая вводная часть закончилась. Самая главная мысль, самый главный вопрос, который регулярно возникает. Будет ли запись? Да, запись будет. Мы и поделимся. Выложим на канал один из Bittrex в YouTube. И поделимся с вами по той электронной почте, на которую вы регистрируете. Итак, давайте двинемся к первой части. Я представляю первого эксперта, который сегодня в первом блоке будет давать материал. Это Вадим Дозорцев. Вадим эксперт и основатель, совладелец консалтинговой компании, которая называется Бернард Стаффорд. Вадим знает продажи даже не только с теоретической стороны, что понятно, как мы читали книжки и знаем материал. У Вадима огромный опыт для работы с продажей, по работе с продажей с практической стороны. Большое количество бизнесов, большое количество кейсов и примеров, на которых мы сейчас будем учиться. Вадим опыт обобщил. Сейчас поговорит с нами. Вадим, привет большой. Миш, привет. Меня слышно? Да, слышно, видно, все отлично. Тогда мы можем, я сейчас выброшу презентацию, по которой можно будет побегать. Ну вот ключевая мысль, про которую мы в первом блоке будем говорить. Как компании сейчас в такое турбулентное время выбрать, что и делать. Выбрать стратегический путь, что делать с собой и продажей. Да, именно так дело обстоит. Спасибо, Миш. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я вижу у нас такой серьезный выбор городов. Набережные Челны, Смоленск, Владивосток, Калининград, в общем, вся Россия. Здорово. Всех еще раз приветствую из Москвы. Сургут. Прекрасно. Ну что ж, как Миш анонсировал, мое выступление посвящено четырем стратегиям бизнеса в кризис. Какая стратегия подходит вам, вашим компаниям, если вы руководители, владельцы, если вы сотрудники. Для вас это тоже важно. Вы или принимаете участие в выработке этих решений, или, ну, по крайней мере, для себя понимаете, куда компания идет. И все-таки я сделаю акцент во второй части своего выступления, каким образом продажа, каким образом селс-подразделения реагируют на эти выбранные сценарии. Вся штука в том, что и продажи подстраиваются под те сценарии, которые компания выбирает. И сотрудники продаж делают разные вещи, фокусируются на разных клиентах и так далее. Очень важно в этой ситуации использование или будущее использование CRM-системы. Я это говорю не потому, что я на вебинаре замечательной компании Bittrex. Вы сейчас и сами это поймете, что данные – это и есть та нефть, которая позволит вам выжить, или которая позволит вам развиваться. Так что, друзья мои, если раньше мы могли себе позволить, ну, скажем так, не обращать внимания на данные, то сегодня данные – это наше спасение. Ну что ж, четыре стратегии любой компании в кризис. И тут важный момент. Я думаю, что каждый из вас за последние полтора месяца провел уже немало часов в вебинарах, прямых эфирах, слушал разных экспертов. Я никого не хочу критиковать, но я хочу сделать этот акцент. Очень часто в выступлениях прослеживается вот та самая историческая параллель, когда историки об этом часто говорят. Генералы готовятся к прошлой войне. А мы все-таки должны посмотреть чуть-чуть вперед, мы должны посмотреть на те обстоятельства, в которых мы сейчас живем. И давайте называть вещи своими именами, с которыми мы столкнулись в первый раз. Не только Россия, весь мир столкнулся с такой, ну, мягко говоря, необычной ситуацией. Поэтому я бы сказал так, что на 2020 год у любой компании есть три фазы жизни в эру COVID-19. Я так это называю, кризис COVID-19. Большие консалтинговые компании мировые, они так и называют эра COVID-19. С чем это связано? Это, друзья мои, это не просто экономический кризис глобальный. Раз 10, 15, 20 лет по миру проносятся экономические кризисы. Ну, человечество к этому привыкло. Но сейчас этот кризис спровоцирует пандемию. Мы ограничены в передвижениях, мы ограничены в выходе на улицу, мы ограничены в своей работе. И это происходит в большинстве стран. Соответственно, все это обстоятельство, оно очень сильно влияет на нашу жизнь. Я думаю, те из нас, вот те из слушателей, которые сейчас сидят, а дома у них дети, особенно маленькие дети, и они прожили в этом режиме самоизоляции, там, энное количество недель вместе с детьми. Тот подтвердит мои слова, как это непросто, и как меняются наши привычки, наше поведение, наша эмоциональная сфера. Поэтому, три фазы сегодняшней ситуации. Первая фаза – принять вызов. Это вот как в психоанализе знаменитая мантра Кюблял-Рос. Отрицание, гнев, торг, депрессия, признание. Мы должны признать, что ситуация кардинально изменилась. Кто-то признает это раньше. Особенно люди из ресторанного бизнеса, из туризма. Там, де-факто, это все четко понимают. Многие компании, я вижу по своим клиентам, кто-то еще вдруг надеется, что вдруг пронесет. Все будет как раньше. Нет, друзья, как раньше не будет. Надо принять эту ситуацию. Второе, и это очень важно, подготовиться к выздоровлению. Ну, это же вирус, в том числе экономический. Нам нужно подготовиться к выздоровлению. И очень важный момент. Все консультанты, все эксперты об этом говорят. Что если вы подготовитесь к этому выздоровлению, у вас есть шанс в будущем, через достаточно непродолжительное время, процветать. Если ваши конкуренты будут сидеть на месте, если ваши конкуренты будут отставать, у вас есть шанс раздвинуть свои рынки. Это правда так. Это и есть та самая возможность, которую кризис обычно дает. Я бы сказал так, что вот фаза принять вызов – это апрель-июнь. Ну, в зависимости в разных регионах, как мы будем выходить из самоизоляции, как это будет, какие будут нюансы этого выхода. Выздоровление примерно июль-декабрь, то есть 2020 год, уйдет на трансформацию. Видите, я сейчас говорю, это модное слово. И трансформация не потому, что это модно, говорят консультанты, сама жизнь вталкивает нас в трансформацию цифровую, технологическую и так далее. Процветание 2021 год и дальше. Ну, я надеюсь, многим из вас, у многих из вас получится войти в эту эру. Сейчас у меня достаточно мало времени, ограничено. Я сделаю акценты про то, что делать в фазу принять вызов и то, что делать в фазу выздоровления. В каждой из этих фаз нам предстоит делать разные вещи. Ну что ж, давайте прямо сейчас. Итак, принять вызов. И я считаю, что в данной ситуации, апрель, май, июнь 2020 года, у каждой компании есть четыре сценария на выбор. На выбор четыре сценария для своего поведения. Давайте я начну от плохого к хорошему. Давайте будем реалистами, есть и плохие сценарии. Итак, первый сценарий – закрыть бизнес, вытащить максимум и уйти на покой. Ну или сделать паузу вообще в своих бизнес-начинаниях. Друзья мои, этот сценарий тоже существует. И принять его в наше время, вот этот тяжелый кризис, гораздо проще эмоционально, потому что ты не лузер, лузеры все. Второй сценарий – он что-то среднее. Закрыть, законсервировать бизнес прямо сейчас, чтобы через несколько месяцев, поняв, что происходит, открыться заново. Некоторые отрасли уже живут де-факто в этой парадигме. Ресторанный бизнес, турбизнес, салон красоты. Слушайте, они де-факто закрыты. Соответственно, постараться минимизировать свои расходы для того, чтобы через несколько месяцев открыться заново в новом рыночном пространстве. Третий сценарий, который чаще всего выбирают, и я через несколько секунд попрошу вас ответить в чате, о какой сценарий выбираете вы, спасти существующую компанию, биться во что бы то ни стало, искать ходы прямо сейчас. Этот сценарий достоин всемирного уважения. Но, повторюсь, каждый сценарий имеет право на жизнь. Четвертый сценарий, он тоже есть. Открыть новый бизнес, открыть новый проект. Зачастую он пересекается с первым. Закрыть существующее, вытащить активы, вытащить ликвидность и вложить в какое-то новое дело. Не будем сегодня говорить про четвертый бизнес. Вы сами, как предприниматели, знаете, как это происходит. Я бы хотел сейчас спросить у вас, друзья мои. Да, вы уже начали отвечать. Молодцы, спасибо вам большое. Какой сценарий выбираете вы? Вот я вижу, прямо в чате идет бегущая строка. Да, большинство людей за третий сценарий. Привет из Болгарии. Есэн, отлично. Иван, так же. Привет. Видите, большинство за третий сценарий. Здорово. Кто-то за четвертый. Можно и четвертый. Третий, четвертый. Первый. Видите, кто-то очень серьезно рассматривает и этот вариант. Вы для себя решите. Но я бы хотел показать вам буквально в течение 10 минут, а как принимать этот сценарий. Самая большая проблема, когда эти сценарии выбираются эмоционально, а хотелось бы все-таки выбирать более-менее рационально эти сценарии. Друзья, спасибо вам за ваши ответы. Во-первых, они вселяют во всех нас оптимизм. Мы бьемся. Здорово. От чего зависит выбор сценария? Первое. От вашего прогноза состояния рынка вашей отрасли. Это обязательное условие, но недостаточное. Если рынок оттает, то, конечно, есть за что биться. А если представьте себе, рынок достаточно долго находится в кризисном состоянии. Например, китайская статистика говорит, что при выходе из карантина, они вышли достаточно давно уже из карантина, скажем, рынок женской косметики превысил кризисные показатели. Женщины стремятся к красоте, радуют всех нас. Видите, рынок даже больше. А рынок интертаймента, кинотеатры, мероприятия не больше 30% восстановления. То есть видите, какая очень непростая история. Но рынка недостаточно. Очень важное состояние ваших финансовых возможностей. У вас ликвидности хватит, у вас хватит денежных средств, у вас хватит кэшфлоу, чтобы пережить тяжелые времена. Бизнес, к сожалению, такая штука, которая зависит от цены ваших финансов. И эмоциональная сфера. Насколько вы внутри психологически готовы сражаться или вы готовы опустить лапки. То есть все-таки ваши внутренние ощущения, они тоже важны. Но я бы хотел, конечно же, остановить ваше внимание на рынке и финансах. Не воспрямите вот эту табличку на этом слайде. А, естественно, презентации все вам, ребята, разошлют. Потом посмотрите внимательнее. Тем не менее, это не догма, но тем не менее некая вам путеводная нить. Если вы прогнозируете в течение 3-6 месяцев, что ваши рынки не восстановили, ваш рынок не восстановится больше, чем на 50%, то, слушайте, наверное, закрыть совсем, закрыть на время – это будет вполне разумный сценарий. На не восстановившемся рынке бизнес делать очень тяжело. Если вы прогнозируете восстановление от 50% до 75%, законсервировать и открыться заново – да, обязательно. Спасти – это вопрос ваших финансов, закрыть совсем, но уже от вашего желания зависит. И если вы прогнозируете, что восстановится больше, чем на 75%, то, очевидно, за этот бизнес надо биться. И рассмотреть сценарий консервации тоже возможно. Сразу хочу сказать, что есть рынки сегодня, которые растут. Ну, понятно, средства индивидуальной защиты. Во всем мире безумный рост IT-хардвэя. Заводы Intel загружены 24 на 7. По всему миру все перешли в онлайн. Горят сервера, маршрутизаторы, процессоры. Происходит большой апгрейд техники. Люди покупают дополнительную технику. В семье несколько детей, всем надо учиться удаленно. Ноутбук один, приходится покупать. Поэтому, друзья мои, если у кого-то из вас окно возможностей, сегодня ваша отрасль растет, и вы видите заказы, реальные оплаты, реальные сделки, то для вас это тоже стратегическая возможность, стратегический вызов. Концентрируйтесь на этом успехе. Уберите все лишнее. Не размазывайте, сейчас мы одну кашу по тарелке. Уберите продукты, которые не продаются. Концентрируйтесь там, где есть успех. Может быть, этот успех позволит вам потом пережить несколько лет стагнации. Так что отнеситесь к этому внимательно. Видите, есть разные сюжетные линии. Несколько слайдов. Мировая практика. Что сегодня происходит? Как меняется менеджмент во время вот этого кризиса COVID-19? Как меняется управление финансовыми средствами? Да, мы сейчас поговорим про деньги. Потому что если рынок вам позволяет, ваш прогноз позволяет восстанавливаться, то вопрос теперь вашего финансового здоровья. Значит, несколько примеров мировой практики, несколько советов больших компаний, больших консалтинговых компаний. Первое. Все резко возвращается к централизованному управлению. Это не навсегда на время. Ничего страшного. И вот тут я вам даже приведу пример, греющий русскоязычное ухо. В мировой практике больших компаний появилось даже обозначение. Ключевой роли, ключевой должности в компании, которая по-русски, английски так и называется кэш-царь. Царь кэша. Не король. Именно царь. Потому что кто учил историю в школе, тот вспомнит, что у русского царя, у самодержа, было гораздо больше полномочий, скажем, чем у английского короля. Поэтому вот западные большие корпорации сегодня прям вводят эту роль. Это не обязательно SEO, это может быть финансовый директор, кто-то из комитета, совета директоров. Человек, единолично распоряжающийся финансами, принимающий решения платить поставщикам, давать ли отсрочки. Итак, кэш-царь. Очень важный момент для всех руководителей. Ежедневный, еженедельный прогноз на 2-4 недели вперед. Кэш-флоу. Какая реальная ситуация с вашими финансами? Мы сейчас поговорим через несколько слайдов. А что с вашей дибиторкой? А что с потенциальными сделками? Что с вашими расходами? Очень важный аспект коммуникации. Руководители должны спуститься со своего лимпа к сотрудникам и общаться, коммуницировать гораздо более открыто и прямо, чем это было до сих пор. Все в стрессе. Я сейчас даже скажу только про продажников. Продажники в стрессе. Они не понимают, что будет через месяц, сохранятся ли их доходы, будут ли вообще доходы, будут ли бонусы. Чтобы паника не разрасталась, высшие руководители компании в малом, среднем, крупном бизнесе, не важно, должны выйти к своим сотрудникам и общаться с ними. Ну, если не каждый день, то два раза в неделю, как минимум, открыто и честно говорить, что реально происходит. И очень важно для финансистов и для топ-менеджеров контроль сценариев развития в трех сценариев. Реалистичный, оптимистичный, пессимистичный. Друзья мои, мы должны не забывать про риски. Да, вам кажется, что все хорошо, а так ли будет это через несколько недель? Вы должны держать руку на пульсе. Давайте чуть подробнее про финансы поговорим. Итак, вывод. Кэш-царь. Прогноз 2-4 недели. И очень важный слоган. Лучше быть быстрым в наше время, чем красивым, крутым и элегантным. Скорость сегодня наше все. Итак, финансы. Значит, прогнозируя ваш кэш-флоу, прогнозируя вашу ликвидность, прогнозируя ваши денежные средства, вы должны понимать, есть ли ликвидные запасы, чтобы дожить, есть ли деньги на счетах, есть ли товары на складе. Потому что у вас может быть ситуация, у вас есть заказы, ваши клиенты хотят, а ваши поставщики чихают и кашляют, и не могут вам вовремя поставить. Товары. Тоже проблема. Какие доходы вы можете получить? Реалистичный прогноз. Какие расходы вы можете срезать? И хотите ли вы, готовы ли к этому? Священных коров в такой ситуации нет. Друзья мои, компания сейчас будет освобождаться от всех жировых наслоений, которые просто сейчас не нужны. Что такое ревизия доходов? И вот я сейчас делаю акцент именно на участие продавцов, сейлс-менеджеров в этой ситуации. Первое. Ревизия дебиторки. Друзья мои, у каждого из вас есть дебиторская задолженность, или у большинства из вас. Во-первых, четкий контроль просроченной дебиторской задолженности. Второе. Кто из вас в услуговом бизнесе? Пожалуйста, проверьте, есть ли у вас подписанные акты. Потому что то, что мы раньше могли себе позволить, а, ничего страшного, акт через месяц. Если у вас нет акта о выполненных работах, если у вас нет накладных на поставку, подписанных вашим клиентам, вы даете им повод не платить, вы даете им повод затянуть максимально оплаты. Не давайте такой повод. Контроль принятия поставок накладных. Четкая ревизия дебиторской задолженности, ежемесячная, та, которая сейчас у вас не просрочена, но со сроком месяца, со сроком квартал. Ревизия действующих контрактов. У вас есть контракты с клиентами, и вы думаете, что все хорошо? На самом-то деле еженедельный апгрейд. Клиент жив. Планирует ли он делать заказы по этим контрактам? Готов ли он завершать эти проекты? Ситуация может быть всякая разная. Оценивайте вероятность действующих контрактов. Оценивайте действующих клиентов, которые работают без контрактов, но по заказам. Еженедельный апгрейд заказов, которые они вам могут дать. И те из вас, кто работает с долгим циклом, ревизия потенциальных сделок. Да, сделка вроде бы на подходе, через несколько недель она должна состояться. Еженедельная ревизия. Есть эта сделка в наличии или нет? Жив ли ваш клиент или нет? Таким образом, сейлс-персонал контролирует все аспекты вероятности получения компании доходов. Ну, очевидно, ревизия активов, что вы можете, от чего можете избавиться, что вы можете продать. Лучше, конечно, время для распродажи, но что делать? Очевидно, финансисты будут смотреть на ревизию расходов. Многие расходы будут срезаны совсем. Некоторые расходы могут быть отложены. Ну, сейчас не будем на эту тему долго говорить. Друзья мои, у меня есть к вам такое важное предложение. И мне Миша, как сегодня модератор, любезно разрешил это сделать. Мы с коллегами разработали очень простой, компактный инструмент. Калькулятор кризисного кэшфлоу. То есть, это настроенный файл с формами ввода. Это Excel, который вы все знаете, для ваших кэшцарей или лично для вас. Куда вы можете внести данные по своим проектам, клиентам, расходам и прогнозировать на протяжении 13 недель, на протяжении квартала различные сценарии, пессимистично, оптимистично и так далее. Я думаю, что очень многим из вас этот инструмент будет сегодня очень полезен. Он крайне недорогой. Он стоит 4999 рублей. Но для слушателей нашего вебинара по промокоду BITREX я пришлю сейчас в чат ссылочку, где можно просто купить, скачать, получить этот файл и инструкцию по заполнению. По промокоду BITREX вас ждет еще 50% скидка. Мы с коллегами это делаем не сколько ради бизнеса как такового, а ради того, чтобы помочь компаниям сегодня держать руку на пульсе своих финансов. И тем, кто купит, полагается еще 30 минут на бесплатную консультацию в Zoom, в Skype, как заполнять этот калькулятор, несмотря на то, что есть и подробные инструкции. Друзья мои, я надеюсь, вам такого рода инструмент будет очень полезен. Но на чем я хотел бы сделать акцент? В конце я в чатике пришлю, естественно, ссылку. Решения, которые вы принимаете, они зависят от того сценария, который вы выбрали. Я вам сейчас прокомментирую эти различные решения. Смотрите. Первое решение. Вот давайте возьмем со второго сценария. Вы принимаете решение законсервировать бизнес на 2-3 месяца, минимизировать расходы, чтобы через 2-3 месяца ожить и опять начать деятельность на более-менее расчищенном уже поле. Часть конкурентов уйдет. Смотрите, что происходит. Первое, что вы должны сделать. Апдейт, обновление, чистка вашей клиентской базы. С кем вы вообще дальше-то пойдете? На какой клиентской базе вы будете восстанавливаться, как птица Феникс? Желательно, чтобы вы нашли ресурсы для взаимодействия с этими клиентами. Не о том, что вы продаете им. Нет. Вы им должны просто предупредить, что вы консервируете. Ничего страшного. Поддерживайте личные взаимоотношения. Третье, по собранным или апгрейденным данным оценить ценность клиентов. Какие клиенты вам важны? И что самое важное, оценить лояльность клиентов. Потому что именно лояльные клиенты простят вам каникулы, и вы именно на этой базе начнете свой новый путь в своем бизнесе. Соответственно, с лояльными клиентами нужно выстраивать отношения прямо сейчас, прямо вот в это непростое время. Поддерживать взаимодействие. Как у них дела? Может быть, какие-то полезные материалы, обсуждения, вебинары, зум-конференции и так далее. Что касательно сотрудников. Друзья мои, вы минимизируете расходы. Соответственно, вам важно сохранить ядро команды. Три, четыре, пять человек, ваших единомышленников, носителей, вашей экспертизы, вокруг которых и начнется новый рост. Я вас уверяю, рынок труда сильно изменится через несколько месяцев. Хорошо. Давайте посмотрим вот тот самый третий вариант, за который вы практически все проголосовали. Спасать и биться за существующий бизнес. Здесь есть специфические задачи. Апдейт клиентской базы обязательно. У вас раньше не было времени, чтобы начать чистить вашу базу. Время пришло. Прямо сейчас обновите данные о своих клиентах. Знаете, мне компьютер просит убрать видео на несколько минут, как-то барахлит интернет-соединение, чтобы вам было лучше слышать. Обязательно оценка текущей ценности клиентов. Экспертно, расчетно, как угодно. Друзья мои, чтобы выжить, вы должны фокусироваться именно на ценных клиентов прямо сейчас. Фокусировка на ключевых клиентов – это залог вашего спасения. Фокусировка на продаваемых продуктах. Все, что не продается, продается плохо. Может быть, даже устройте распродажу. Не нужно на это тратить час ресурса. Оцените сотрудников продаж. Вот точно так же, как с продуктами, вы должны оставить ценных. Друзья мои, да, я говорю жесткие слова, но перспективные ребята, ребята, которые может быть, у них может быть, через полгода получится. У вас нет сейчас возможности позволять все такие вещи. Вы должны оставить тех, кто показывает результат. Может быть, текущая ситуация для многих середнячков, для многих новичков будет очень серьезным импульсом. Люди очень серьезно возьмутся и начнут показывать хорошие результаты. Сначала интенсивное взаимодействие, а потом реальные сделки. Здорово. Они себя таким образом спасут за одну и вашу компанию. Что касательно обучения. Друзья мои, да, расходы на обучение в кризис жестко срезаются, кроме одной статьи. Если вы видите, что реальные ваши продукты, товары, вот именно определенная товарная или продуктовая группа продается, и продается очень неплохо, обучайте каждый день этим продуктам. По 30-40 минут делайте такие планерочки, летучки. Тренируйтесь, как представлять продукт, как устанавливать контакт, как дожимать сделки, как отвечать на возражения по этим продуктам. Друзья мои, это сегодня ваша возможность. Поэтому экономить на обучении существующим выгодным, продаваемым продуктам просто нельзя. Просто нельзя. И очень важно. Сегодня дебиторка важнее прибыли. Поэтому вы можете срезать оплату, вы можете срезать бонусы, если финансовое положение вам говорит, что вам придется это сделать, с исключением одной статьи. Бонус за возврат дебиторки. Вот на этом, пожалуйста, не жалейте, не экономьте. Сегодня возвращенная дебиторка в ваше спасение. Видите, задачи начинают меняться в зависимости от сценария, который вы выбрали. Меняются направления вашего движения. Ну, давайте поговорим очень коротко. Дай бог, никто из вас по этому сценарию не пойдет, но вдруг закрыть бизнес. И вот тут вот парадоксальная история. Вам придется создать иллюзию видимости. Если вы завтра объявите рынку, что вы закрываете, вам дебиторку не вернут. Или вернут через год. Ну, кто же возвращает тонущему бизнесу? Поэтому вам придется поддерживать иллюзию видимости. Даже проводить какие-то отгрузки, доводить до ума какие-то проекты, которые вы ведете. Вот это примерно так и будет обстоять. Соответственно, параллельно вы делаете распродажу остатков, доводите дебиторку уже совсем до минимального уровня 10-15%, и забываете про нее. Но большую часть дебиторки вы вернули. Для этого вам придется сформировать ликвидационную команду, и с этими людьми очень открыто, очень брутально по-мужски поговорить. Да, ребят, мы закрываемся, но вы помогаете нам ликвидировать бизнес, вы помогаете вытащить ликвидность, вы помогаете получить деньги, вы помогаете реализовать активы. И вот этим людям бонус за это придется заплатить без обмана. Иначе они всему рынку расскажут, что вы с рынка уходите. Итак, друзья, резюме вот по первой части. Сейчас у нас осталось совсем немножко времени. Мы говорим про то, что будем делать в эпоху выздоровления. Тем не менее, управляйте своим кэшфлоу. Пригодится наш калькулятор, я буду очень рад. Вы сами делаете те или иные расчеты. Замечательно. Исходя из рынка и состояния ваших финансовых возможностей, вы принимаете реалистичные решения и подстраиваете все решения, в том числе, в первую очередь, в продажах, взаимоотношения с клиентами к этим сценарием. Ну, хорошо. Мы с вами в июне, я надеюсь, уже все, ну, может быть, в начале июля выйдем из этого пике. И мы будем смотреть по сторонам. А что поменялось? Что нам готовит новая жизнь? Ну, давайте сделаем некий такой прогноз. А что изменится в окружающей бизнес-действительности? А изменений будет много. Многие эксперты говорят именно вот об этих пунктах. Во-первых, ну, конечно, снижение спроса в большинстве отраслей. Будут отрасли, которые будут расти, очевидно. Но большинство отраслей, конечно, будет трясти, спрос будет падать. С большой вероятностью изменится потребительское поведение. Люди будут дольше принимать решения. В B2B и в B2C. Они будут обращать внимание на другие аспекты продуктов. У них появятся новые потребности. Соответственно, трансформируется Customer Journey. Путь клиента. Я думаю, для многих из вас это уже не новое понятие. Путь клиента будет меняться. И потому что потребности меняются, и потому что технологическая среда меняется. Мы все в онлайне теперь. И будем частично возвращаться в оффлайн. В B2B, очевидно, изменятся стереотипы принятия решений. Компании будут жестче гораздо подходить к выбору поставщиков решений. Будут биться за условия гораздо жестче. Это, очевидно, произойдет. Технологическое изменение коммуникации с клиентами. Ну, все, мы в Zoom, мы в Skype. Мы в вебинарах. И серьезная доля коммуникации перейдет именно туда. Да, вот у меня сейчас прям текущий клиент один уже тестирует с клиентами зубконференции. Клиенты очень специфические. Это врачи. Компания продает медицинские, ну, назовем так, медицинские материалы, оборудование. Врачи, которые достаточно консервативная публика. Многие из них уже перестают бояться. Они так, пускай осторожненько, но уже заходят и в Skype, и в Zoom. С точки зрения бизнес-общения, с точки зрения бизнес-коммуникации. Друзья мои, большая вероятность, что во многих траслях удлинится цикл сделки. Если раньше в B2B цикл был примерно 3 месяца, 4, 4,5 месяца. Вот к таким мы приведем циклам. В B2C изменится цикл, естественно. Очень важный аспект. Недаром я сегодня много уделил внимания финансам. Жестко усилится контроль ваших руководителей за финансовыми рисками. Компании будут очень серьезно относиться к дебиторской задолженности, к предоставлению кредитных линий, к срокам оплаты, процессам возвращения дебиторки. То есть то, что мы сейчас переживем в кризисный момент, это потом станет нормой жизни. Я вас уверяю, большинство компаний будут прям вводить специальные процедуры для этого. Какие для этого предпосылки? Ну, если вы смотрите финансовые новости, то банки уже снижают сильно кредитные лимиты. То есть финансировать бизнес будет гораздо сложнее, чем раньше. Посему контроль за финансовыми рисками будет ужесточаться со стороны руководителей компании. Два слова хочу сказать в заключении. Возвращаясь уже к продажам, к селсменам, менеджменту, к работе руководителей. Вот мы говорим, проблематика удлинения цикла. Вот был цикл три месяца, станет четыре. И что делать? Как этот вызов принять? Как отреагировать на него? Первое. Компенсация. Если мы хотим компенсировать эту проблему, цикл дольше, значит, в моменте продаж-то меньше, значит, нам нужно в воронке больше лидов, больше оппортюнити, больше потенциальных сделок. Но это очевидный вывод. Если у нас с вами больше лидов, то первое решение, ага, значит, нам надо больше людей, чтобы отрабатывать эти лиды. Внимание, кризис. У нас нет возможности сегодня финансировать стажеров, расширение отделов продаж. Значит, какой вывод? Кардинальное повышение интенсивности работы сотрудника. Если раньше он мог делать 20 звонков, то, ребят, 30. Если раньше он делал 50, то надо сейчас делать 60-70. Для этого чистка базы, для этого технологические возможности интеграции, IP-телефонии, CRM, Zoom, Skype и так далее. Человеку, чтобы сделать больше телефонных онлайн-коммуникаций, больше встреч, когда выйдем в поле, нам нужна технологическая оснастка, чтобы он как можно меньше времени тратил на рутинные операции. И эту интенсивность мы должны фокусировать на ценных клиентов. То есть задачи аналитические, определение ценных клиентов, текущей ценности, определение потенциала клиентов, определение long time value становится просто ключевой задачей. Повышение квалификации продавцов. Друзья мои, ну нет уже больше возможности держать в штате вот таких вялых, скучных середняков. Квалификация сотрудника продаж выходит на передний край. Усиление контроля за сотрудниками. Ребята, 8 часов в день, это наш ресурс, мы реально хотим понимать, что сотрудник делает, что, как он делает, какие процессы он реализует, где у него проблемы в квалификации, чтобы исправить эту проблематику. Соответственно, усиление контроля потребует дисциплины работы в CRM-системе, потому что руководитель видит все из CRM-систем. Вот то, что нас ждет прям реально через несколько месяцев в управлении продажами. Я вас уверяю, вы все, мы все столкнемся с такой проблематикой. Теперь важный момент. Если мы говорим об этих задачах вот прям непосредственно, фокусировка на ценных клиентов, оценка, повышение интенсивности, квалификация, дисциплина CRM. Друзья, чья это ответственность? Вот я считаю, что это ответственность человека, которого вы все знаете. Это человек, руководитель отдела продаж. Ну, в маленькой компании это непосредственно генеральный директор в этой роли. В крупных компаниях это руководители отделов и коммерческие директора. Я считаю, что роль этих людей кардинально усилится. Просто кардинально усилится, друзья, потому что среди ваших сотрудников есть и вовлеченные, ответственные люди, и, наверное, квалифицированный РОП будет давать им определенные рамки полномочий, прекрасно. Но я вас уверяю, то, что РОП обязан делать, ему не на кого будет теперь перекладывать, и ему некогда будет ждать. Усиление конкуренции. Ну, я надеюсь, вы также согласны с этой точкой зрения, также ее принимаете. И в заключении, друзья, так, что это мы... Так, так, так. И в заключении, знаете, время подарков продолжается для того, чтобы вы, ваши РОП, ваши квалифицированные сотрудники, да, прокачивали свои знания по управлению продажами. У меня есть для вас подарок. Электронная брошюра управления продажами. Она не толстая книжка, там в ней 40 с небольшим. Странички, схемки, таблички. Я с радостью ее вам подарю в электронном виде, но я бы хотел, знаете, обменять эту брошюрку. Мне очень хотелось бы, чтобы вы подписались на мой аккаунт в Инстаграме. Ну, вот есть у меня такая блажь. Можете это сделать через Инстаграм-визитку. Сейчас я вас научу этой нехитрой механике. Вот зайдите в ваши Инстаграмы, если телефончики рядом, нажмите кнопочку поиска, потом нажмите кнопочку вот Инстаграм-визитки в правом верхнем углу, и вы попадете в видоискатель такого, бордового цвета в вашей Инстаграм-визитке. Наведите вот прямо на этот слайд, это моя Инстаграм-визитка, и зайдите на мой аккаунт и нажмите подписаться, чтобы я вам не забыл прислать. Прямо сегодня я это все сделаю. Пожалуйста, в директе, в Инстаграме мне напишите. Вадим, обещали брошюру, давайте срочно. И я вам сегодня ее обязательно пришлю. Можете сделать сторис. Сейчас фотографируйте, когда он сделает сторис, я тоже ее в директе увижу. И надеюсь, вам эта брошюра будет полезна. Ну что ж, друзья, я с радостью жду ваших, и с интересом жду ваших вопросов. Я надеюсь, несмотря на какие-то проблемки со связью, у меня так все время показывал интерфейс, что, ой, нестабильная связь, но ничего. Значит, в чат я вам отправляю ссылку на калькулятор, я думаю, Миша потом тоже вам еще разошлет, ссылочку на онлайн-калькулятор, промокод BITREX, я тоже еще напишу, чтобы вы не забыли. BITREX, ну, понятно, какой промокод, и вас там ждет скидочка. Друзья, жду ваши вопросы. Так, есть немножко вопросов, я позачитываю чуть-чуть. Да, конечно. Есть ли какие-то прогнозы по госзакупкам сократятся, увеличатся, что будет с этой отраслью? Слушайте, ну, госзакупки же не в безвоздушном пространстве живут. Бюджет государственный снизится, прогнозируется снижение ВВП от 7 до 10% на этот год, и, наверное, это достаточно оптимистичный сценарий, поэтому госбюджет в любом случае будет меньше. Планируются те или иные налоговые льготы, в том числе для бизнеса. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы они были побольше, но тем не менее. Другой вопрос, что эти госзакупки будут распределяться по отраслям. Я думаю, что вещи, связанные с здоровьем, медициной, они будут только расти. Вещи, связанные с переводом образования в онлайн, будут расти. Ну, как-то школы должны будут готовиться, потому что, вероятно, все будет вторая волна, и вообще, как-то мы, наверное, будем жить во всех этих историях. Вопрос, что будет со стройкой, что будет с плиткой в больших городах. Не берусь прогнозировать, что с этим будет. Поэтому, друзья... Не из этого чата про плитку в больших городах. Ох, не из этого чата, да. Держите руку на пульсе. Вот когда я говорю прогноз рынка, в том числе и рынок B2G, B2Government, да, количество тендеров, выставленных на площадке. А если вы прописаны на этих электронных площадках, там есть статистика по каждому направлению. Вы просто видите, увеличиваются ли суммы, увеличится ли количество таких тендеров, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья мои, держите руку на пульсе. Точно так же, как и про коммерческие рынки. Вот еще есть... Прошу прощения, перебью немножко, да. Про руку на пульсе более-менее, да, понятно. Интересный вопрос есть от Андрея. Сейчас ситуация у него, наоборот, улучшилась. Рост в два раза. Все классно. Но вопрос в будущее. Как удержать показатели, которые сейчас выросли, как потом, после этого пика, не упасть? Значит, смотрите, во-первых, во многих отраслях, где происходит рост, будет, естественно, потом отток очевидно. Ну, очевидно. Это связано и с тем, что в любой рынок, который растет, приходят конкуренты. Это нормально. Некоторый рост сегодняшнего дня может быть связан с отложенным спросом или со спросом вот текущего момента. Поэтому морально будьте готовы, что рынок чуть-чуть просядет. Ничего страшного в этом нет. Главное сейчас, знаете, сосредоточиться на том, чтобы вот это окно возможностей, которое у вас сегодня появилось, вы отработали максимально. То есть все силы, все ресурсы бросить именно на те направления, которые сегодня реально пользуются спросом. Реально пользуются спросом. Очень может быть, знаете, вот как цветочный магазин. Да, вот он год живет с того, что он напродал в день Святого Валентина и 8 марта. Может быть, у вас такая же ситуация. Тем не менее, может быть ситуация, что ваша отрасль и вправду происходят фундаментальные изменения и ваша отрасль становится очень востребованной. Следовательно, вот все те вещи, о которых я говорил про трансформацию, усиление продаж, отдельно, конечно, усиление маркетинга, позволит вам, заняв эту долю рынка, потом ее защищать, оборонять и, может быть, даже расширять. Поэтому смотрите, те из вас, у кого сейчас такая ситуация, пожалуйста, не потеряйте эту возможность. То есть максимум сегодня возьмите и часть этой прибыли направьте на то, чтобы вот эту трансформацию начать, продолжить и, самое главное, завершить. То есть подготовить свою компанию вот к той самой фазе процветания. Я вас уверяю, 21-й год будет прям вот для вас очень серьезным годом, когда вы сможете стать прям одним из лидеров. Хочу сказать, Миша, если дашь мне буквально 20 секунд, я так на досуге иногда делаю прямые эфиры на тему кризисных историй. Историю компаний, которые успешно переживали или даже создавались в кризис. Я вам сейчас прям приведу эти знаменитые бренды, которые создавались во время очень серьезных кризисов. Майкрософт, который был создан во время кризиса 70-х, огромного нефтяного кризиса. Компания KFC, которую мы обожаем, она была создана во время Великой депрессии. Компания Revlon, компания Columbia, мы носим вещи этой компании и так далее. Вот много мировых брендов, которые создавались во время кризиса. То есть они использовали эти возможности и становились лидерами. Но главное потом вот эту позицию свою не потерять. Так что здоровый образ бизнес-жизни. Сразу вы его поддерживаете. Можем присоединиться. Мы с 98-го года. Компания Bittrex оброжавалась. Друзья мои, я помню кризис 98-го. Это был шок. Шок 20-го года не что по сравнению с 98-го года. Видите, а Bittrex начинал свой путь. Так что, Миш, я про вас тоже сделаю выпуск. Надо с Рыжиком поговорить. Мы с радостью. Я маленький комментарий Андрею еще дам. Не зачитал окончание вопроса, что это товары, которые сейчас выросли в спросе, с редким обновлением. Мебель, как пример. И вот здесь в качестве маленькой рекомендации может быть работа с базой. Потому что если у вас следующую покупку совершит человек только через то, что ему еще может понадобиться, может быть, новые линейки, может быть, что-то, что той же самой аудитории можно еще продать. Это накопление базы и работа с существующей базой как раз про то, что Вадим говорил. Так, наверное, еще... Да, да, Миш. Наверное, еще один вопрос. Есть вопрос про встречи, которые перетекли в дистанционный формат. Говорят, что если люди привыкли к формату личной встречи, то сейчас сложно соглашаются на там скайп, зум или какую-то видеосвязь. У меня по рынку обратная история, что люди теперь достаточно легко соглашаются, вариантов особенно нет. Но вот если вдруг можно ли чем-то склонить? Значит, смотрите, первое, ведь ваши респонденты точно такие же люди, которые по своей сегодня практике общаются со своими коллегами, со своими клиентами, со своими поставщиками точно так же в зуме. Поэтому, да, большой пласт людей-консерваторы, большой пласт людей-консерваторы, но сегодня они пластичные, они сегодня поддаются вашему воздействию. Моя рекомендация следующая. Вот те, кто пока боится, это на самом деле не нежелание с вами общаться. Более того, это не нежелание там показывать себя в видеоформате. Всегда можно отключить камеру. Это некая технологическая боязнь, ну, многих людей, особенно там не очень молодых, некая технологическая боязнь. А если я не туда нажму кнопку? А если в этот момент я хожу по дому в трусах и так далее? Вот, поэтому, не давя, но спокойно, нежно, аргументированно. Просто предложите, я вас научу, я вам покажу, как это делать. Слушайте, вы получите удовольствие. А разве вы не делали сегодня вечеринки в пятницу вечером со своими знакомыми в зуме и так далее? Чуть-чуть в шутку эту обратите, потому что, я вас уверяю, большинство людей понимает, что альтернативы этому нет. Это не значит, что мы теперь на всю жизнь будем в зумах и скайпах. Да нет, конечно, мы выйдем потом в оффлайн, но видеоконференции уже очевидно станут неотъемлемой частью бизнес-коммуникации. То есть, наше взаимодействие в чатах, в e-mail и личные встречи обязательно пополнятся видеоконференцией. Поэтому сейчас прям реально сначала научите своих людей это делать, чтобы они владели инструментом. Научите их делать презентацию этого инструмента. Да, хитрый зум, хитрый скайп получили сотни тысяч бесплатных амбассадоров своих продуктов в виде сейлов. Да, им повезло. Вот такая вот индустрия. Акции зума надо было покупать в январе. Это правда. Слышал смешную историю про акции зума, что есть на бирже компания, которая очень похожа по аббревиатуре на зум. И регулярно, что в первый подъем, что во второй подъем, некоторые инвесторы пронахивались и немного закидывали им деньги. Чудесная кризисная история. В самом завершении два комментария про отрасли. Есть в чате вопросы про туризм и про ивенты. С туризмом все достаточно жестко прямо сейчас. И выход спроса из текущей ситуации будет достаточно медленным. Не очень понятно, как будет международный туризм. Слово развиваться здесь не очень подходит восстанавливаться, потому что границы будут открывать тяжело и разные страны по-разному. Поэтому вот если фокус ваш был в туризме международном, то здесь, конечно, нужно бы перестраиваться. Эта отрасль быстро не восстановится, к сожалению. Внутренний будет компенсироваться, потому что запрос остался, отдохнуть хочется. Рядом с большими городами база отдыха, я уверен, сейчас забита достаточно плотно. Что касается ивентов, к нам тоже очень близко и вижу разные кейсы. Если вы, опять же, фокусировались на ивентах оффлайновых, достаточно сложно, пока не сняли запрет и в ближайшее время, скорее всего, не снимут, больших ивентов не будет. Но вижу несколько очень хороших кейсов, когда люди перетекают в онлайн конференции, в онлайн форматы и достаточно успешно живут там. Потому что, опять же, спрос никуда не делся, людям нужна информация. В онлайне сложнее выстраивать некоторые процессы, например, нетворкинг, зачем часто на конференции люди шли. Но вот здесь нужно просто подумать, включить фантазию первые, кто либо технологически решит этот вопрос, либо организационно получает все бонусы, поэтому шансы есть. Не то, чтобы это точка огромного роста, но это не повод закрывать бизнес, если вы были прям... Можно добавить, Миш, по двум пунктам. Ребят, все мировые эксперты, все большие консультанты в компании ставят международный туризм в самую последнюю очередь. В самую последнюю. Так что, к сожалению, так. С другой стороны, те из вас, кто занимается международным туризмом, сможет сейчас реально перестроиться, сможет выжить, то, когда международный туризм оттает, ну, в следующем году, очевидно, это произойдет, ну, мир глобальный, слушайте, вы снимете сливки, поэтому вот подумайте сейчас, как вы можете прожить этот год за счет внутреннего туризма, за счет делового онлайн-туризма, и такие формы уже появляются. Что касается ивентов, я приведу по своей практике, я живу спикер, я ездил, ездил активно по стране, да, все замерло, но вот в течение недели я уже получил предложение от нескольких региональных таких серьезных провайдеров и о том, отделать цикл вот такого рода подобных вебинаров, платных, бесплатных, в том числе и платных, в том числе, потому что людям же надо зарабатывать деньги и прямо одновременно. Так что, ребят, если кто-то из ивентинговой индустрии есть региональной, напишите, я с радостью тоже, как сказать, то, о чем мы говорим, можем обсудить и с вами. Вроде бы очень неплохо так на вскидочку получается, то есть тот, кто сегодня уйдет в онлайн и там сделает правильный онлайн-форум, потому что онлайн-ивент отличается от оффлайн-ивента, его нельзя просто так повторить. Тот, условно говоря, во-первых, будет зарабатывать, там много-мало жизнь покажет, но самое главное, вот то, что сказал 5 минут Миша, это способ поддержания отношений с вашей действующей базой. Ребята, действующая база ваша, ваш клиентский капитал, это вот ваш актив, с которым вы будете восстанавливаться, расти и так далее. Вот сегодня клиент становится той самой ценностью, о которых мы много говорили на СРМ-вебинарах, но только сейчас это стало вот уже насущной необходимостью. Так, друзья, спасибо огромное за вопросы. Мы все в отрасли сейчас, к сожалению, не озвучим. Можно попробовать написать, если там есть у вас все-таки директ Вадима перед глазами. Вадим, я думаю, что прокомментирует из опыта, который у него есть, из экспертной оценки, которую он видит регулярно. К слову, Вадим может загадывать желание, он между двумя Михаилами. Я открывал сейчас следующий спикер Михаил, так что загадывайте. Вадим, спасибо огромное. Спасибо, ребята. Я на связи здесь, я отключу просто микрофон и видео, но если вдруг понадоблюсь, я тут же присоединюсь. Так, договорились. Мы переходим ко второй части, друзья. Мы говорили, что первое у нас стратегическая часть, когда мы понимаем, в какую сторону двигаться. А следующая история у нас связана с Bittrex24 и CRM-системой, когда мы показываем, что может CRM-система дать, какие там ответы на вопросы, отчеты, подсказки, какую помощь, что из нее можно вынести. Я приглашаю следующего спикера на наш вебинар. Так, Миша, появляйся немножко. Сейчас мы... Появился. Всем пока. Так. Ага. Отлично. Михаил Чернявский, совладелец и, наверное, один из самых активных участников команды InvoGroup, команда-интегратора компании, которая помогает бизнесам совершенно разного масштаба принять к себе CRM и правильно пройти по этому пути. Мы по нюансам потом еще поговорим, что путь вхождения в CRM, он не такой простой, как может показаться со стороны. Там не две кнопки, а есть под водой несколько процессов, и мы укажем, какие это процессы, чтобы не ошибиться. Вот. Сейчас мы как раз посмотрим на несколько блоков внутри CRM-системы, которые помогают руководителю отдела продаж. Миш, тебе слово. Да, спасибо, Михаил. Всем еще раз здравствуйте. Рад слышать и читать тех, кто реально сейчас развивается, уделяет время в это непростое, ну, в этот непростой период, особенно теме продаж, потому что продажа, на мой взгляд, это сердце компании, то, что дает, дает кровь в организм, во все другие отделы. Вот. Напишите вообще плюс, если меня хорошо слышно и видно, и презентация у вас открылась. И второе, я хочу понять, кто сегодня на вебинаре с нами, в большей части, да, так как у меня больше подготовлены инструменты, которые часто могут быть полезны и руководителю отдела продаж, и маркетологам, вот, и, конечно же, там, коммерческому директору генеральному. Напишите, пожалуйста, единичку, если вы собственник компании, владелец, неважно, какого масштаба, напишите один. Если вы руководитель отдела продаж или руководитель среднего звена, нажмите цифру 2, чтобы я понимал, кто сегодня с нами. Так, спасибо за ответы. Пока вы отвечаете, немножко расскажу о себе. Меня зовут Чернявский Михаил, я директор по продажам и сооснователь компании Инвагрупп. Сегодня я вот, в фирменной футболке. Чем занимается наша компания, в двух словах, чтобы было понимание. Мы решаем три ключевые боли руководителя, бизнеса, владельца. Первое, мы увеличиваем качество и количество продаж наших клиентов. Второе, мы даем руководителю прозрачность его бизнеса, чтобы он мог понять, где, в какой ситуации, в каком отделе, что происходит. И для него это было, как вода на Байкале очень все прозрачно видна. И третье, мы увеличиваем эффективность сотрудников компании. То есть наша цель за счет внедрения CRM Bitrix24 сделать так, чтобы компания стала эффективнее, чтобы было, как говорил Вадим, больше звонков, было больше активности, действий, и они были управляемыми. О чем мы сегодня поговорим, для начала скажу, да, пару результатов нашей команды. На данный момент мы два года подряд первые в Южном федеральном округе. Мы региональная компания, я вещаю из Ростова-на-Дону. Сегодня думали, что будет, как обычно, солнце, но пошел дождь, поэтому чаще всего у нас яркая погода, но сегодня подвела. Вещаю из Ростова-на-Дону, мы два года подряд первые в Южном округе по продажам коробочных, облачных Bitrix24, количеству внедрений. За три почти года мы внедрили более 400 компания разного масштаба и сфер Bitrix24. По всей России мы тоже там в рентингах активно фигурируем. Сейчас мы на пятом месте среди всех компаний, кто внедряет Bitrix24 в России. Ну и часто сотрудничаем с 1С Bitrix и другими конференциями, выступаем, делимся, как вот все-таки делать бизнес эффективней. В нашей команде сейчас 33 сотрудника в штате, мы тоже перешли на удаленку, вот, и сделали это очень эффективно. Апрель мы закрыли полтора раза больше по результату продаж и от предоставленных услуг по сравнению с прошлым годом и порядка 40% с мартом. Поэтому есть чем поделиться. немножко сегодня хочу рассказать об инструментах следующих, о работе с клиентской базой. Вадим в конце своей презентации об этом сказал очень ярко. Я абсолютно согласен и я сегодня покажу несколько инструментов, которые позволят вам как-то воздействовать на тот накопленный багаж, да, ценный, который у вас есть в виде потенциальных клиентов, заявок, которые когда-то кто-то оставлял, как более активно с ними взаимодействовать, через какие инструменты битрикс24 и все это дело монетизировать. Дальше мы поговорим про контроль продаж. Все знают, что в кризисные времена очень важно какое-то ручное управление более точное, более активное, более внимательное, да, и соответственно я сегодня покажу несколько фишек, как мы в компании контролируем вот эту скорость и качество работы с заявками, с клиентами, с сделками и заказами. Вот, ну и покажу несколько кейсов в рамках этих тем, что можно делать не только ручками, да, но и автоматизированно. Кому интересно все узнать три тезиса, да, и кто готов еще подготовить сейчас мозг на полчаса, на второй, да, забег и внять что-то новое, напишите в чате плюс, буду очень признателен, или нажмите там огонек, чтобы я увидел вашу реакцию и понимал, готовы ли вы новой информации, есть, супер, плюсы. Теперь я переключусь на демонстрацию экрана, я попрошу вас отписаться, как только экран будет виден мой. Так, начать показ. По идее, вы сейчас увидели мой экран. Есть, да, есть, супер. Первое, да, работа с клиентской базой. Вот сейчас я открыл Bitrix24, наш портал, кто не знает, это целый комплекс разных инструментов, ну, в принципе, в других вебинарах активно про это рассказывается, то есть, это не только CRM, но и возможность и другим сотрудникам, не только продаж, активно-активно участвовать в жизни компании, в сделках. Сейчас немножко проговорим по клиентской базе, и инструмент, который я предлагаю разобрать сейчас, мы им тоже активно пользуемся. Bitrix24, он находится в разделе CRM маркетинг. Если вы слышали про такой инструмент, это целый раздел, в котором набор разных фишек, которые позволяют именно маркетинговой активности проводить по вашей накопленной клиентской базе. Сейчас я хочу поговорить про генератор продаж. В чем его суть? Как вы все знаете, в результате ведения менеджером или сотрудником какого-то клиента или сделки, у него есть два пути конечных, две конечные станции, куда он должен прибыть. должен прибыть конечно же в успех, когда клиент оплатил какую-то услугу, принес деньги в компании. Но есть еще вторая станция, которая к сожалению тоже обязана быть в любых продажах, не бывает стопроцентных конверсий из заявки в сделку, по крайней мере в большинстве сфер бизнеса. Вторая конечная станция это проваленная, то есть неуспешная, когда клиент отказался по какой-то причине, не знаю, дорого или передумал или купил у конкурентов и так далее. Вот что можно сделать с этой частью клиентов, потенциальных даже клиентов чаще всего, которых очень много. Вот мы в компании в день получаем больше 30 наверное заявок из разных источников и представьте, то есть естественно есть там конверсия какая-то, большое количество таких заявок они попадают через время неуспех. И за три года таких очень много накоплено заявок, что можно с ними сделать? Их мы вот пользуемся в той части как воскрешение, то есть они были провалены в какой-то период времени и мы что с ними делаем? Мы их воскрешаем, то есть мы с помощью инструмента битриксе нажимаем создать генератор продаж. Что допустим у вас есть клиенты целая база вот я нажму сразу создать вы ее можете по разным параметрам отфильтровать ну допустим вы хотите взять в работу именно тех клиентов которые допустим к вам пришли из источника который откуда вы их получаете ну допустим в нашем случае приложение битрикс24 когда сам разработчик раздает заявки партнерам вот у вас это может быть допустим сайт или соцсети вебинары холодные обзвоны то есть любые источники которые у вас есть внутри компании кстати важный момент для того чтобы эту базу как-то отсегментировать у вас должен быть фундамент ну то есть куда нас построить дом должен быть фундамент фундамент для того чтобы сегментировать базу это наличие необходимых полей параметров внутри вашей воронки продаж или карточек контактов сделок и компаний вот кстати я хочу понять тоже кто вообще уже работает в битрикс24 кто его использует там не будем говорить активно как-то использует некие инструменты нажмите в чате плюс напишите если вы вообще не работаете в битрикс но про него слышали допустим но не использовали сейчас или никогда напишите минус вот пока вы пишите продолжим допустим мы хотим отфильтровать по типу сделки то есть наверняка в разных бизнесах я думаю как и в нашем существуют разные продукты которые вы своим клиентам предлагаете в нашем случае это услуги вот допустим я выбрал несколько типов услуг по которым я хочу сделать свой сегмент состояние сделки я хочу увидеть именно тех которые провалены то есть не которые в успехе или сейчас в работе а которые уже закрыты в неуспешные вот и допустим я очень хочу посмотреть непосредственно за какой-то период которые были созданы ну пусть будет в прошлом в прошлом году вот здесь я выбираю год 2019 то есть взять целый год и ну здесь куча разных других параметров вот я выбрал определенные я нажимаю найти и вот мне битрикс подсказал что в данном сегменте все параметры которые выбрали попадают под эти параметры 570 номеров телефонов 486 имейла и того 226 контактных лиц 450 компаний вот я допустим хочу назвать этот сегмент провал провал за 2019 год я нажимаю его сохранить и что я дальше могу по этому поводу сделать я их могу заново создать написать задание для менеджера допустим позвонить рассказать о новом подсказать о новом продукте и тем самым такое задание появится в сделке менеджеру я могу сразу выбрать нескольких менеджеров есть свой отдел продаж допустим чтобы им разом все эти заново воскрешенные клиенты то есть что по ним произойдет они были когда-то закрыты и битрикс создаст по ним новую сделку повторно в первой стадии в самой основной допустим начальной не обработанной вот я могу всем сразу менеджером могу на себя вот я сейчас занимаю роль руководителя отдела продаж поэтому все эти заявки в начале я переключаю на себя вот и тем самым нажимая сохранить битрикс формирует новые сделки они вот так вот выглядят в срм то есть они называются повторные продажи обрабатывал там николай то есть в чем еще интересная фишка представьте работал один менеджер с клиентом он его не смог закрыть на какой-то следующий шаг не получил оплату возможно у него не получилось именно этого менеджера найти подход клиенту вот а что если мы возьмем и всех тех кто провалил николай дадим обработать там юрию у которого совсем другой может быть стиль продаж другой подход и скорее всего у него может получится повторно зайти и как ни в чем не бывало как новую заявку обработать потому что часто ну в отделе продаж есть такой знаете дискомфорт когда ты уже с клиентом обработал его он тебе сказал мне не нужно перестаньте мне звонить допустим мне это не интересно и ты уже перед звонком у тебя настрой такой уже процентов на 50 не очень оптимистичный вот а когда ты берешь новую заявку ты с клиентом никогда этим не общался ты как ни в чем не бывало на 100% ее отрабатываешь вот соответственно я могу что делать я могу массово выбрать вот я слева да отмечаю таких заявок и могу их сбросить на нового сотрудника то есть я назначаю там вот Юрия остажка я нажимаю применить и все автоматически меняется ответственный за эту сделку на нового менеджера и он ее начинает обрабатывать вот это что касается данного инструмента генератор продаж здесь технические детали наверное не буду вникать вот мы видите да активно пользуемся по разным сегментам делаем воскрешаем такие сделки и я бы рекомендовал вот сейчас кризисное время если у вас уже есть битрикс24 этим воспользоваться инструментом и попробовать заново обработать клиентов расскажу пример на нашем случае допустим мы взяли последнее время до января года за осень девятнадцатого некоторые ну вот все проваленные сделки сейчас кризис и мы причем выбрали причину закрытия сделок да еще вот важный момент обязательно сегментируйте по какой причине закрывается сделка потому что в дальнейшем вы сможете это тоже использовать вот у нас смотрите сколько таких причин закрытия настроено когда клиент говорит дорого когда им он потенциально да живой но вот сейчас не готов общаться или там допустим он будет сам настраивать битрикс или с ним не удалось связаться или у него нет времени заниматься то есть мы взяли за девятнадцатый год за осень тех кого нет времени заниматься которые пропали не выходит на связь которые пока не готовы к покупке вот мы взяли их воскресили и соответственно в кризисное время битрикс24 10 раз наверное возрос спрос на него потому что все перешли на удаленку поняли что контролировать вообще сотрудников когда они все разбежались по своим домам абсолютно нереально без какой-то системы и платформы вот и мы за счет этого воскресили достаточно много заявок которые осень девятнадцатого думали что им вообще пока это не нужно не спеша и нет времени этим заниматься вот то есть на самом деле я тоже немножко вклюнусь это совершенно разные кейсы работы с существующей базой это можно взять старых клиентов которые не купили попробовать продать им еще раз как только что Михаил рассказывал можно взять клиентов которые купили и продать им другой продукт был вопрос в чатике я продаю мебель значит через несколько лет только следующий диван у меня купят что я могу пока продать не знаю там табуретку стол плед все что угодно вы фантазировали сделали новое приложение у меня я слышал кейсы из реального бизнеса когда даже по лидам конкурентов проводили такую рассылку и получался хороший эффект то есть тебе звонили предлагали услуги ты эти лиды браковал говорил это не наши лиды потом ты взял эту базу и по ним еще раз прошелся и даже оттуда есть продажи есть кейс когда мы говорим про дни рождения например если мы заносим дни рождения в базу мы можем сделать так чтобы они автоматически появлялись менеджеры и дню рождения если вы готовы сделать ему какой-то сам спецподарок спецпроект вы работаете в B2C отлично даже в таком формате можно работать то есть кейсов очень много это очень крутой инструмент по работе с существующей базой клиентов которую вы накапливаете да инструмент действительно отдельный раньше кстати мы его не так применяли но когда мы поняли что огромное количество заявок по разным причинам где-то менеджер не доработал где-то действительно клиент еще не созревший если они просто закрываются и как кладбище копится и по ним ничего не происходит ну это большая потеря маркетинговых вложений вот поэтому да я рассказал на кейсе проваленных обязательно можно какой-то другой продукт да вот о чем тоже Вадим говорил и сейчас многие советуют спикеры что подумайте какое в текущее время новый возможно продукт будет актуален мы такой запустили в апреле мы поняли что там полноценное внедрение CRM оно обычно занимает полтора два три месяца в зависимости от масштаба компании и когда экстренно всем понадобилось перейти домой у компании не оказалось инструмента и ждать три месяца им некогда было вот мы эту волну поймали сделали быстро продукт который мы можем передоставить за одну неделю то есть перевести полностью компанию на удаленку за одну неделю сделали на него маленький чек так как это такой быстрый простой продукт по сути и соответственно мы запустили это тоже в отдел продаж в обработку поэтому действительно чувствуйте как говорил Вадим рынок предпринимайте какие-то действия идем дальше про еще один инструмент в этой области в работы с базой расскажу я чуть раньше вам показывал какие были стадии закрытых сделок что мы делаем еще помимо того что ну просто иногда воскрешаем и заново менеджерам раздаем для обработки мы сделали отдельную воронку то есть кто не знал битриксе на повышенных тарифах команда серым плюс компания можно делать разные воронки продаж но часто вот есть такой миф что воронка это только про продажи на самом деле нет воронка по сути это некая стадийность которая имеет какую-то конечную точку имеет какие-то промежуточные этапы и мы таких воронок в своей компании делаем отдельно по первичным продажам отдельно по повторным отдельно по выполнению работ сейчас многие удивятся боже как это но допустим в компаниях производственных или кто оказывает услуги допустим длинные когда продал один раз и потом целый год предоставляешь услугу какие-то проектировочные компании маркетинговые агентства ивент в принципе тоже может быть свадьбу организовать иногда за год к ней начинают готовиться соответственно мы выполнение работ тоже вытянули в такую воронку и я сейчас хочу остановиться на догревающей воронке это для маркетинга отдел маркетологов сделал такую классную воронку что она делает как только закрывается в неуспех любая сделка сейчас она откроется на примере она попадает автоматически вот вы видите допустим нет времени заниматься включая там идут письма реклама клиенту здесь написано допустим если это ошибка тест или дубликат здесь ничего не происходит то есть никуда в догрев она не уходит и так далее то есть есть неуспешные стадии которые сюда перетекают из других воронок и что происходит мы настроили автоматизацию вот здесь если видно вначале есть стадия новая заделка потом догрев рекламой догрев e-mail дальше стадия читает письма переходит по ссылкам вступает в коммуникацию то есть что-то оставляет отвечает точнее на письма вот и в итоге что делается автоматически то есть это вообще классный способ когда у вас допустим количество людей ограничено каждый сотрудник может за день сделать допустим в среднем 35 звонков качественных то за счет автоматизации которая есть в битриксе я сейчас немножко покажу можно можно очень кратно больше касаться ваших клиентов например реклама то есть как только попадает в эту стадию контакт контакт налицо его номер телефона или электронная почта что у вас есть карточки или мессенджер автоматически попадает в рекламную то есть это необходимо настроить конечно же подключить в рекламную аудиторию там фейсбук вконтакте если вы используете то есть можно разные рекламные кабинеты яндекс дирик google то есть все это можно подключить битриксу его контактные там данные туда отправляются и ваши настроенные на этих рекламных источниках компании не знаю картинки которые будут вылезать знаете листа ленту инстаграма вылезает рекламная запись или там серфиш по яндексу сбоку какие-то баннеры она будет данному клиенту показываться вот соответственно здесь тоже много разных настроек по какому условию кому конкретно показывать эту рекламу какой выбирается рекламный кабинет если у вас допустим их разные на разные случаи жизни дальше что происходит допустим как только клиент прочитал письмо автоматически робот поставит пометку в сделке что письмо прочитано и это значит что можно передвигать его в следующую стадию вот также здесь стоят различные спусковые крючки когда клиент например сам написал входящее письмо является спусковым крючком или же он вернулся на ваш сайт то есть это тоже может битрикс отследить и можно понять что ага вот эти люди они все равно читают переходят отвечают звонят вот и соответственно следующим этапом уже как только клиент вступает в коммуникацию он перекидывается в стадию передать в отдел продаж то есть как только мы фиксируем что клиент ответил позвонил вернулся возобновляется снова сделка и менеджер с ней созванивается обрабатывает вот то есть есть возможность массово вот без касаний активных звонков менеджеров касаться вашей клиентской базы то есть здесь можно тысячи этих контактных лиц прогревать постепенно выстроить вот эту автоворонку модное слово и тем самым тоже увеличить активность в этот период кризиса предлагаю здесь детали не идти переключить следующие темы чтобы мы успели да давайте переходить дальше пока по теме работы с базой это наверное два инструмента которые я хотел бы показать будут еще вебинары битрикс где наверняка еще покажут инструменты маркетинговые так далее пока достаточно напишите в чате плюс кому было интересно полезно и кто сейчас поставит в ближайшие дни задачу своему отделу маркетинга или руководителю отдела продаж применить то что я сегодня рассказал разобраться и попробовать это в своей компании есть ли такие у нас есть и два плюса и даже три плюса супер супер я очень рад окей двигаемся дальше последний блок который сегодня хочу рассмотреть это контроль контроль это просто наверное один из ключевых моих текущих задач в отделе продаж что происходит с отделом особенно когда они все на удаленке я имею ввиду все сотрудники то есть когда вы все в офисе сидите все на вытянутой руке ты слышишь что говорит твой менеджер это очень легко но когда твои сотрудники вне тебя и ты можешь только через какие-то инструменты проконтролировать нужно понимать через какие-то делать но первое начну по поводу того что и говорил кстати вадим и я считаю что количество исходящих звонков если мы говорим про отдел продаж это такой базовый фундамент фундаментов без которого руководителя отдела продаж вообще не может наверное существовать чтобы понимать сколько каждую неделю допустим ну я считаю допустим от недели к неделе то есть растет ли количество звонков длительность этих звонков можно позвонить да сказать здравствуйте я по теме битрикс24 и там скажут спасибо неинтересно можно поговорить 10 минут об этой теме и это совсем другого качества вот битрикси это все легко делается также подключаются различные провайдеры телефонии ip телефонии или офисные или мобильные телефоны у нас тоже это все по-разному подключено я соответственно могу посмотреть прямо в битриксе выбрать фильтр я сейчас детализацию до звонков выбрал фильтр допустим текущая неделя статус звонка успешный тип звонка исходящий потому что мне важно что мы активные какие проактивные действия и время звонка больше чем 15 секунд до 15 секунд это скорее всего автоответчик или секретарь или мне некогда разговаривать то есть мы не учитываем вот и соответственно я могу здесь выбрать или конкретного сотрудника и по нему детализацию или в целом сев компания вот я здесь вижу каждый звонок я могу перескочить в контактное лицо послушать этот звонок если мне хочется проверить как связался то есть я вот прямо здесь могу открыть и прослушать эту запись скачать ее переслать допустим если у вас там кто-то один контролирует а слушает другой вот и ну что важное в конце я могу увидеть какое общее количество то есть всего 579 звонков допустим за эту неделю и также я могу экспортировать это в Excel часто нужно в разных разрезах посмотреть просуммировать то есть я классу в Excel выгружаю и там в любых параметрах себе транслирую что еще с точки зрения контроля есть в Bitrix чем можно пользоваться есть такой раздел CRM аналитика где можно посмотреть в разных форматах отчеты ну допустим классика воронка продаж когда мы можем выбрать любой отчетный период ответственного за сделки или по источнику допустим тех кто только с приложения или там сайта направление если у вас допустим разные воронки есть например воронка допустим вы оборудование продаете у вас есть направление кто продает оборудование первый раз есть те кто продают обслуживание оборудования у нас называется сопровождение то есть мы обязательно после внедрения Bitrix не заканчиваем на этом а продлеваем отношения сопровождаем помогаем докрутить что-то в Bitrix и где-то заново проконсультировать, перенастроить, да, если вдруг там поменялись процессы компании. Вот, допустим, в вашей сфере есть это, допустим, оборудование, тоже есть какое-то обслуживание, то есть саппорт последующий, вот, и можно это вот здесь выстроить по разным воронкам, проанализировать. Ну и, соответственно, получить некий отчет в таких цифрах, когда мы видим общую конверсию выигранных сделок, сумму, и можно здесь провалиться, какое вообще в промежуточных стадиях, на какую сумму, и среднее время сделки. Тоже очень важный параметр, мне кажется, для прогнозирования, вот о чем тоже Вадим, больше про прогнозирование, да, про финансы. Зная среднее время сделки, то есть от момента поступила заявка, получена закрытая сделка, в нашем случае это получена оплата, вот сколько проходит дней и, соответственно, у вас появляется в кризис вот эта аналитика, так, если я сейчас даже там валю в маркетинг сколько-то денег, то я не раньше, чем там через 10 дней получу первый там фидбэк, первый отклик. Вот, в общем, здесь разных разрезах эти, план продаж, да, когда мы можем выставить на каждого сотрудника, видеть прогресс, динамика продаж, то есть по дню, да, от денег в день, сколько выиграно, с какой конверсией, потерь процентов, то есть здесь очень много разных отчетов. И, кстати, не так давно, вот буквально я это увидел на днях, появилась классный раздел вклад в продажи, где, ну, я, допустим, выберу, там, текущие последние 30 дней, где очень прикольно, так, визуально, с фотографиями менеджеров, с цифрами и с разными, вот как трейдеры, знаете, да, там на рынке зелененькая, красненькая упала, поднялась сумма, то есть все это здесь подсчитано и в конце даже конверсия предлагает битрикс, что он считает неплохо, что плохим, что отличным и так далее. Вот. Почему этот отчет особенно Михаилу нравится? Потому что он лидер в отчете. Да, да, да. Вот. Я немножко прокомментирую еще воронку продаж с точки зрения аналитики и информации для руководителя отдела продаж или для собственника. Мы говорили, например, про менеджеров в первой части, что есть менеджеры, которые работают лучше, есть там средние, есть те, которые пониже. Мы можем в воронке продаж совершенно спокойно, например, по менеджерам посмотреть, кто на каких стадиях работает лучше. Возможно, человек отлично отрабатывает в начале сделки, но у него сложность с закрытием. И если мы это видим в статистике, а это два клика, то мы можем просто подтянуть человека, подсказать ему аргументы, дать, не знаю, несколько преодолений возражений или несколько методик, как закрывать сделку правильно. Это информация, которая позволяет понять, кто из менеджеров молодец и кому из менеджеров в какой момент нужна помощь. Очень просто. То же самое касается продуктов. Как понять, что один продукт хорошо продается, у него выросла конверсия, например, из заявок в покупке, а другой продукт, наоборот, упал. Точно так же посмотрели воронку продаж по раздельным продуктам. Опять же, два клика, но это информация для управленческого решения. Вот самый базовый вроде бы уровень, но он очень поможет прямо сейчас. Да, согласен. И я тоже согласен с Вадимом о том, что действительно нужно очень внимательно смотреть, кто реально эффективен, кто приносит больше денег компанию или больше предоставляет там услуг. А кто, ну, как-то не совсем эффективен. И вот у нас даже есть такой интересный недельный рейтинг в отделе продаж, когда лидер продаж, то есть тот менеджер, который больше всех за эту неделю принес денег и оплату, но не меньше определенной суммы, он получает дополнительную премию, денежный приз, там, 5 тысяч рублей. И тем самым возникает еще такая легкая игра, да, доброе соперничество за какой-то бонус. Вот. Ну и при этом есть различные демотивационные штуки, такие как коэффициент, когда мы каждому сотруднику выставляем план, и если у него, там, допустим, ниже 70% выполнения план, то его бонусы процентов от зарплаты, они понижаются уже, там, на 0,2 пункта. То есть, если он, там, зарплата его с продаж, допустим, 100 тысяч рублей процентами, но план он выполнил меньше 70%, то он не 100% получает, а 80 тысяч. Если меньше 60% плана, там, 60 тысяч, и тем самым это тоже стимулирует. Вот. Соответственно, как говорится, морковка спереди, морковка сзади. В нашей ситуации, российской, чаще всего только так работает. Вот. Давайте дальше быстренько пробегусь, какие еще есть. Это я показал, ну, такие стандартные, которые уже есть в Битриксе, отчеты. Здесь, кстати, тоже недавно появился раздел по клиентам, когда вы можете увидеть, кто из постоянных клиентов, ну, ладно, классно, так уж и быть покажу, кто из постоянных клиентов, что за компания, какую сумму она принесла, сколько клиентов, по которым только одна сделка была, то есть единственная, с какой, да, там, процентом от выручки, вот видите, 27,97. По каким компаниям было, там, 6 сделок, 5, то есть это все Битрикс проанализирует в разных разрезах. Очень, кстати, полезная информация, тоже недавно вышел, еще им активно не пользуемся, но возьмем в работу. Это то, что есть в классическом, но также в Битриксе можно различные отчеты компанировать свои через конструктор. Посмотрите, какое количество отчетов нашей компании мы сделали под себя. Это не только по продажам, это по всем отделам. Я не знаю, здесь больше 30, по-моему, уже за 3 года мы себе напилили. Какие самые такие интересные, покажу кратко. Дебиторка, про это Вадим говорил. То есть, опять же, как эти отчеты работают? Они вытягивают просто из карточки, из тех полей, которые там есть, информацию, выводят это просто в какую-то табличку. Соответственно, допустим, по дебиторке я могу посмотреть по ответственному конкретно, могу по всей компании увидеть, у кого из сотрудников больше или меньше дебиторка. Увидеть, какая была сумма сделки, сколько фактически клиент оплатил и сколько осталось. И вот в конце просуммировать по всей компании, допустим, я могу, или по всем сделкам одного сотрудника. То есть, это тоже то, о чем говорил Вадим. В кризис очень важно свои долги уметь возвращать, придумывать какие-то способы. Почему клиент не платит? Может быть, действительно, это кризис, и денег у него нет. А может быть, он не совсем доволен какой-то вашей услугой, продуктом и не готов доплачивать. Или что-то пришло не до конца, браковано и так далее. Поэтому тоже интересная аналитика, чтобы что-то предпринять. Отчет по продажам, классический, тоже классика, что обязан видеть быстро руководитель отдела или компании. Вот здесь мы можем отфильтровать тоже по дате справа. Видите, тип сделки, то есть, когда у вас разные категории оплат. Допустим, вы продаете, если вы SMM-агентство, вы делаете сайты, продвигаете сайты, продвигаете соцсети. Что-то еще четвертое. Можно по разным категориям выбрать. И увидеть такую диаграмму, кто больше всех вклад сделал, и тоже табличку и так далее. Выставленные счета, то есть за период. Очень важно, да, а действительно ли конвертируются наши заявки в счета, или где-то надо поработать. Ну вот, соответственно, за период можно увидеть тоже, кто больше всех выставил счетов, на какую сумму каждый этот сотрудник. Ну и таблицы по всей компании увидеть в целом за период. Это, в принципе, такое из отчетов, что каждый день, по сути, применяется. Еще что хотел бы показать из инструментов. Кто еще жив, пишем плюс. Мы уже финишируем. Сейчас будем подходить к... Пару есть еще вкусных. Я оставил вишенок на десерт. Поэтому предлагаю всем дождаться финиша. Напишите плюс, если вы еще живы, и ваш мозг способен принимать техническую даже информацию. По поводу скорости. Да, мы сейчас поговорили о контроле аналитики, а теперь скорость. Очень важно, я считаю, это быстро обрабатывать заявки. В наше время сейчас они... Конкуренция высокая, и нужно быстро реагировать. Что мы сделали из автоматизации, чтобы оперативно взять в работу заявку? Прикольный кейс. Рассказываю. Вот мне прилетела заявка, да, дата создания там 15 минут назад. Мы сделали небольшую штуку, называется бизнес-процесс. Передать заявку менеджеру в работу. Я выбираю менеджеру как руководитель. Ну, допустим, я выберу сам себя. Я нажимаю запустить. И мне сразу же приходит уведомление в колокольчик. Это центр, да, в котором разные уведомления приходят. Мне сразу же приходит уведомление. Предположим, я менеджер, да. О том, что вы назначены ответственным за сделку. Эта сделка с такого-то источника свяжитесь с клиентом в течение 20 минут. Соответственно, я открываю эту сделку. Я за нее уже ответственный как менеджер, да. И я начинаю с клиентом созваниваться. Сейчас открываю. Сейчас Bittrex подгрузит карточку. Читаю комментарий, который человек оставил при... Ну, оставил на сайте, что он писал, из какого он города. Вот, нажимаю трубочку и все, пошел дозвон. И я обработал. Что делает Bittrex? Он проверяет в течение 20 минут, появилась ли здесь запись разговора или было ли здесь отправлено письмо. Кто не знал, в Bittrex можно отправлять тоже письма. То есть все удобно из одного места. Отправляется, делаются звонки. Вот. То есть бывает же так, что я не дозвонился, но я-то заявку обработал, я попробовал дозвон. Я пишу письмо. Вот. Соответственно, Bittrex сам проверяет. За 20 минут, был ли этот звонок, было ли это письмо. Если не было ни звонка, ни письма, он делает следующее. Он забирает эту заявку через 20 минут и обросает мне ее обратно. Видите, вот. Юлия получила заявку, я могу видеть какую, но до сих пор ее не обработала. Заявка возвращена для распределения на другого менеджера. Я заново беру, другому менеджеру бросаю, а тому пишу, естественно, в чат. Доброе утро, почему данная заявка не была обработана и так далее. То есть, что мы получаем? Первое. Быстро отдать заявку в работу. Второе. Менеджер понимает, что если сейчас он не обработает, а это его потенциальный доход, деньги, обработает его товарищ, другой менеджер, и он потеряет возможность продать. То есть, это уже ускоряет людей за счет того, что я знаю, что у меня заберут. Часто бывает, знаете, как приходят все заявки на почту у компаний, у которых нет CRM. Пока я не возьму, не доберусь до нее, там, никто и не спросит, что с ними. Кого я обзвонил, кому я забыл позвонить, кто взял. Вообще полный хаос. Вот. Ситуации кризиса это абсолютно недопустимо. Ну и третье, что я получаю, что если я реально отдал менеджеру заявку, но он ее не обрабатывает, она быстро возвращается, и я даю другому, и он обработает. Вот если бы не было этой автоматизации, было бы что? Я отдал, он обработал через три дня, и толку от этого, по сути, от того, что я быстро ее передал, но она не забирает. Вот. То есть такой тройной эффект, три в одном, получается в этой небольшой, по сути, несложной автоматизации. Вот. И... Давай блок резюмируем, блок по контролю. Да, блок резюмируем. Есть еще одна фишка, но я не знаю, есть у нас время, буквально минуты три. Она очень нравится владельцу. Есть у вас силы, друзья? Сейчас у нас 30, там, две минуты примерно. Если у вас есть силы на интересную фишку, сообщите нам об этом как-нибудь, и мы, скажем... Да, говорят есть, хорошо, давай интересную фишку. Да, интересную фишку, но я еще забыл сказать, что... А как же я контролирую, да, вот кто-то подумал, а какому менеджеру ты дал больше заявок, а кому меньше? Мы тоже собрали отчетик, где я вижу за день, какой менеджер сколько получил заявок. То есть как только я там передаю, раз там счетчик считают. И так же я могу за весь месяц посмотреть или за день, кто вообще больше всех получает и как активнее закрывает, высчитать конверсию. Но фишку я хотел показать другую. Насчет контроля. Мы не так давно, тоже там, глядя на успешные компании, поняли, что, ну, наверняка, если у вас есть CRM, вы сталкивались с тем, что вы открываете карточку, допустим, вашего менеджера, а он забыл позвонить или просрочил дело, не написал комментарий, неправильно обработал, закрыл раньше времени. Ну, то есть какой-то косяк, да, в двух словах, если по-простому. И как я раньше делал, то есть это пишешь, объясняешь, ну, смотри, ты же понимаешь, что ты просрочил дело, клиент мог ждать звонка, что это влияет на общий доход компании, имидж, сотрудник пишет, да, да, я все понимаю, проходит там два-три дня, опять то же самое. Вот, мы устали какое-то время. Мы сделали классную автоматизацию по контролю качества. В чем суть? Это некий свод, как знаете, дорожные правила, когда у нас есть статья и там сумма штрафа, если она нарушается. Мы сделали основные категории, такие как ведение CRM и разные пункты, ну, типа там, есть сделка с просроченными делами, есть сделка без дел, то есть ничего не запланировал, не сделал отчет в конце дня, нарушил регламент работе, коммуникация с клиентом не по утвержденным каналам, а там, не знаю, со своего личного телефона созвонился, и это нигде в CRM не отображается, работа с документами и так далее, так далее, так далее. И что делается? Выбирается нарушитель, то есть как только я нахожу проблему, я выбираю данного нарушителя, могу из этого интерфейса, могу прям в той сделке, где я нашел, выбираю причину, добавляю артефакт, это скриншот, могу их несколько добавить, пишу примечание, там, ай-яй-яй, просрочено, и выбираю сделку, могу отсюда, могу прям внутри. Нажимаю отправить, и сотруднику приходит, я сейчас покажу вам, что ему придет, такое письмо счастья, мы его называем, в уведомление, вот, зафиксировано нарушение в карточке по данному клиенту, там, не отражены данные, автоматически ему приходит, он может клацнуть и посмотреть, знаете, как письмо пришло, ты открыл фотографию, увидел нарушение, где ты превысил скорость, и в той сделке, в которой нарушено, зафиксировано нарушение, фиксируется это в карточку, вот, и потом мы в конце месяца берем и просто данного сотрудника, там, выбираем нарушителя, и вначале мы сделали 0 рублей штраф, то есть, чтобы просто привычку, что, смотри, это неправильно, мы это видим, надо делать правильно, естественно, есть свод правил, где описано, как надо делать, то есть, тоже не штрафуйте людей, если вы им не рассказали, а как правильно, потом мы ввели просто символически, там, 100 рублей штраф, вот, то есть, он там за месяц может на 500 рублей штрафов допустить, но он 10 раз будет более качественно работать с вашей CRM, клиентами и так далее. На этом у меня из фишек все, давайте тогда финишировать, у меня тут есть еще один слайдик, не знаю, Миш, успеем мы про грабли рассказать многих компаний? Грабли важная штука, давай пройдемся. Давай, а вы пока пишите вопросы, и лучший из них, там, выберет Михаил, и мы на него ответим. Теперь, резюмируя, да, сейчас мы рассмотрели разные инструменты, у вас появилась, возможно, в голове мысль, кайф, хочу так же, как это сделать быстро. Я подготовил некоторый свод таких ошибок, наверное, да, их назову, грабли, ошибок, которые допускают компании, из-за которых не получается качественно, вот, внедрить все, что там, там, я показал, и другое, да, в целом, вообще, битрикс или CRM, и, возможно, это вам поможет при, ну, как бы, рассмотрении данного этапа внедрить компанию. Первый, первый грабля, первая грабля, это то, что без предварительного погружения в то, как работает ваша компания, это не обязательно, знаете, какие-то полугодовые, там, исследования в офисе, в пиджаках, с галстуками, прослушивание ваших менеджеров, то есть, какие-то экспресс, хотя бы аудиты, как работает в целом процесс продажи или компания, без подготовки технического задания, без обучения после того, как мы все настроили вам из инструментов, но если не обучить людей правильно этим пользоваться, правильную кнопку нажимать, и в дальнейшем не сопровождать, это неэффективно. Возможно, у вас появилась мысль, но можно же просто настроить под себя какой-то инструмент, и все, и вроде заработало. К сожалению, нет. Процесс внедрения, это не, как говорит один мой менеджер, не за хлебом сходить, это процесс сложный, длительный иногда, непростой, и очень важно... Да, в текущее время за хлебом сложнее, может быть, сходить, но это, конечно же, не так. Вот вторая грабля, которая тоже из этого, из первой рождается, это миф, что один раз настроил и забыл. Вы не поверите, но наш битрикс, хоть мы и сами его внедряем, он модернизируется, ну, я не знаю, каждый день, наверное, по чуть-чуть, но глобально каждые полгода у нас сильно меняются процессы, добавляются воронки, новый регламент работы. То есть это живой организм, и не получится, к сожалению, один раз, вот как вы на этапе еще до того, как эта система появилась, сказали, вам нужно, и все, это так будет всегда. То есть здесь очень важен как раз процесс сопровождения дальнейшего. Мы внедрили, вы начали тестировать, юзать, использовать, поняли, что так, вот здесь, наверное, лучше поменять, а вот здесь я вообще свой процесс, наверное, продаж немножко подкорректирую. Вот здесь источников недостаточно, давай добавим еще. То есть это такая постоянная докрутка. Третья частая тоже трудность, то, что компания не выделяет достаточно ресурсов для всего этого дела. То есть внедрение в CRM это существенное иногда изменение вообще привычек и процессов компании. То есть если раньше было, я беру процесс, там регламент, я беру бумажку, договор, несу в кабинет бухгалтера, он ставит печать, я потом несу третьему. Когда это все автоматизировано, удаленно, но это совсем могут быть другие. И здесь очень важно выделить достаточно время ответственных сотрудников. Иногда, да, сам владелец курирует внедрение, но это если небольшая компания, если это покрупней, там есть промежуточные руководители. Есть филиалы, которые тоже по-своему где-то как-то работают, хотят внести свою лепту в том, чтобы правильно из этого пластилина конструктора собрать нужную фигурку. Вот, ну и конечно же деньги, это стоит внедрить, ну не 20 тысяч рублей, на это нужно чуть больше усилий, потому что это кропотливый труд, погрузиться в процессы, понять, как вы это работаете, отрисовать это схематично, чтобы нашим специалистам, бизнес-аналитики у нас это делают, было понятно, как работает компания, потому что нам важно не просто дать продукт как-то настроить, а чтобы это максимально было удобно, эффективно и применялось. Вот, обучить сотрудников, мы это делаем там пошагово, с домашними заданиями, чтобы действительно новую привычку выработать. То есть это такой кропотливый труд и конечно же он стоит денег. Вот, на рынке разные цены есть, но готовьтесь, что любое внедрение, оно требует времени, сил, людей, ну и конечно же денег. Ну и последний миф, наверное, что я сам все настроил, внедрю, на самом деле бывают и есть клиенты, люди, которые действительно могут сами внедрить. Но я здесь такой пример приведу, тоже как предприниматель. У вас каждый час вашего времени стоит какую-то сумму рублей, скорее всего это намного больше, чем час нашего специалиста или команды разработчиков. И если ваша там основная сильная сторона там, заработок денег, новые рынки, стратегии, управление компанией целиком, они намного важнее, чем с нуля разбираться в каком-то техническом продукте, изучать его. Поэтому есть те компании, которые сами могут внедрить и что-то настроить, но чаще всего какой-то упираются где-то в потолок и уже не хватает или знаний, или времени, или нервов иногда, да. Вот, и не всегда это максимально удобно. Как-то так. На этом спасибо, я готов ответить на вопросы. Я появляюсь и буду в тебя бросать несколько вопросов, которые есть. Ну вот, начнем с последнего. Значит, контроль качества зашел, я так понимаю, что в аудитории есть вопрос, как его взять, сделать, купить. Контроль качества, ну вы знаете, его, к сожалению, нельзя как в машине, да, я увидел спойлер или какие-то крутые диски, пошел купил, просто прикрутил их и поехал. Для того, чтобы внедрить такую систему контроля качества, должна правильно отстроена быть воронка CRM, должна настроена быть база знаний, где правильно, как правильно пользоваться. Ваши сотрудники должны понимать вообще, как пользоваться CRM. Вот, настроить именно сам процесс, когда автоматически фиксируется туда, туда, туда. Ну, наверное, если у вас уже есть битрикс24 настроенный, вы в нем работаете, я думаю, это процесс недолгий, за недели, две, три это легко можно внедрить и по деньгам это тоже стоит неграндиозных денег. Вот, если у вас вообще нет CRM, то чтобы, конечно же, такое сделать, вам нужно пройти, ну это как ремонт, да, мы сейчас хотим диван поставить какой-то крутой, а у вас нет еще дома. Вот, если вам нужно построить дом вначале, отделку, а потом поставить диван, то, конечно же, это дольше и дороже, чем когда у вас есть уже готовый. Ну, то есть, короткий ответ, нужно прийти к Михаилу и выяснить, там, есть ли у вас все запчасти для того, чтобы сделать такую штуку. Длинный ответ, нужно еще для этого что-то сделать предварительно. Спрашивают про средний ценник на внедрение. Если он средний, там, можно ли такую цифру назвать? Да, конечно, это есть. Первый шаг, с которого мы начинаем, мы это называем предпроектное исследование, у нас стоит абсолютно адекватных денег, одинаково для всех клиентов, это 20 тысяч рублей. Это тот шаг, когда, за который мы погрузимся вообще в ваши задачи, проблемы, хочухи, хотелки, как вы сейчас работаете и оценим весь проект внедрения, автоматизации, интеграции с другими системами, если у вас наверняка есть там 1С, какие-то сайты, может быть, сервисы. Мы в целом это все оценим. А уже непосредственно само внедрение под ключ, то есть с более детальными техзаданиями, с настройкой, с обучением, с сопровождением, в среднем стоит от 100 тысяч до 300. Цифры, порядок понятный, там детальки уже нужно уточнять. Так, вопросы, которые чуть сложнее. Можно ли внутри CRM-системы сделать что-то с мотивацией? Можно ли прикрутить туда мотивацию продавцов? Мотивацию, конечно, можно. Я это не стал показывать, потому что тема чуть другая. У нас тоже это работает. Вот как раз через различные автоматические бизнес-процессы можно делать так, что определенный процент с суммы сделки или суммы оплаты будет падать в определенный, называется, реестр или по-простому в определенную вкладочку, как я показывал, с контроль качества. То есть каждый день разным людям фиксируется, но есть один единый реестр, который ты можешь выгрузить в Excel, просуммировать. То есть да, вот у нас зарплату, чтобы вы понимали, мой сотрудник считает сам себе, может в любой день посмотреть зарплату на текущий день месяца, выгрузить за два клика в Excel и мне подать ту сумму, которую он заработал. Я просто выборочно могу проверить. Поэтому да, это реально сделать. Ну и повторите этот отчет. Не совсем отчет. Ну, по-простому, если сказать, что это взаимодействие отчета с различной автоматизацией. Потому что в системе нужно понять, какой процент нужно начислить за ту или иную сделку. Если у вас какие-то сложные KPI и так далее, если меньше определенной цифры, то вот такой процент, а если там больше, то он увеличится, то это посложнее. Здесь нужно в индивидуальном порядке рассматривать. И еще один вопрос был в чатике. Подключаете ли вы, делаете ли вы план прихода денежных средств? То есть если проект длинный, должно прийти там 4 суммы, планируете ли вы это в учетной системе или тоже в Bitrix24? Ну, вы знаете, последний там где-то год мы работаем по 100% предоплате. Поэтому у нас таких случаев нет. Вот. Но это все реально сделать. У нас есть клиенты, которые действительно получают там не сразу всю сумму, а регулярно. Это все легко сделать, зашить внутрь карточек, сделать необходимый отчет и по нему уже ориентироваться, делать какие-то прогнозы. Но вы знаете, я тоже часто говорю руководителям, владельцам, Bitrix это не панацея для финансового учета компании. То есть вот все финансовые дела, это чаще всего прогнозирование, какие фонды, сколько денег нужно заложить. Это чуть-чуть про другие системы. Больше про Excel, 1С и бухгалтерские программы. Так, ну и вижу последний. Если... был вопрос, если, видимо, типовые бизнес-процессы, которые можно взять и перенести, я чуть-чуть отвечу, что у нас есть механизм, когда можно взять бизнес-процесс готовый и поставить его на новый портал. Это, правда, тоже действие не в два клика, потому что у вас немножко другие сотрудники, немножко другие роли, его все равно нужно адаптировать и настраивать. Для простых процессов, может, и не имеет смысла прямо импортировать, а лучше спросить, как нужно сделать и настроить прямо на портале. Так, друзья, я вижу вопросы про мотивацию других сотрудников, не продавцов, а пиарщиков. Мы сегодня, наверное, брать их на вебинаре не будем. Мы немножко выбились из тайминга, просим за это прощения, но надеемся, что мы дали в конце классные фишки, контенты, поотвечали на вопросы, и это было правильным решением. Спасибо вам большое. Мы сегодня были на втором вебинаре из цикла «Оставайтесь в бизнесе» и старались вам дать ответы на вопросы, что делать со своими продажами, как выбрать стратегию управления продажами базой своей компании внутри. И показывали инструменты Bittrex 24. Если вопросы остаются по инструментам Bittrex 24, вот есть контакты Михаила, беречу рекомендую коллег. Огромный опыт работы с продуктом, с разными бизнесами, поэтому я думаю, что на большинство вопросов, которые у вас есть, если они про CRM продажи, Михаил с удовольствием ответит. Можно написать напрямую, ну или вам потом придет письмо или какая-то весточка от нас по результатам вебинара. Запись вебинара будет, мы выложим ее на канале 1SBittrex, можете смотреть регулярно, и постараемся отправить на те же самые электронные адреса, по которым вы регистрировались. Еще раз большое вам спасибо, прощаемся, удачи. Всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.